Здравствуйте дорогие друзья, это канал Все о Кроссовках. Представляем вашему вниманию Nike Blazer Mid 77 Move to Zero. Не так давно мы уже делились на нашем канале мнением об этой чудесной винтажной модели, но этим летом вышла просто огненная, шикарная, обалденная мусорная модификация этих кроссовок. И честно говоря, запала глубоко в душу. Они настолько крутые внешне, что когда держишь эту пару в руках, то испытываешь просто непередаваемые ощущения. По фотографии это сложно понять, нужно видеть их вживую. Давайте же поскорее потрясем их в руках и примерим. И как всегда перед началом очень просим вас подписаться на наш канал и проявлять свою активность в комментариях, потому что нам очень важно получать от вас обратную связь. Итак, поехали! Как было сказано ранее, эта модель сделана из переработанных материалов. Есть целая серия кроссовок от Nike, которые изготовлены из мусора, начиная от новых моделей по типу Nike Space Hippie, заканчивая классическими Jordan'ами и Air Max'ами. Вот и до Blazer'ов дошли руки. Тоже ведь классика. Заготовка, как вы поняли, тут полностью синтетическая. Основа это материал визуально, напоминающий кожу, дополненный тканью рипстоп. Субъективно говоря, выглядит это все очень круто и необычно. Подкладка текстильная со средним набивочным слоем внутри. Язычок тут, как обычно, огромный, с видимой прослойкой поролона. Обожаю такой винтажный подход с долькой небрежности. Среди неокрепших умов бытует мнение, что это так небрежно шьют подделку, экономят на нитках, поэтому все видно. Но это все звучит больше как первоапрельская шутка. Стелька здесь достаточно хорошо приклеена, но ее можно достать при желании. Она самая обычная, поролоновая, с тканевым покрытием. Регулировка полноты здесь осуществляется при помощи тканевых шнурков, которые также удерживают по центру язычок при помощи петли. Перейдем к подошве. Она тут самая интересная, прозрачная. Как же я обожаю такие решения. Прозрачная подошва просто завораживает. Такое ощущение, что держишь в руках аквариум с рыбками и рассматриваешь, как они плавают. Это все похоже на полиуретан, но скорее всего это такой вид резины. Кратерная подметка тут с классическим рисунком протектора. Тракция обычно как для всех блейзер. Теперь о первом впечатлении. Я сразу сказал, что внешние кроссовки просто огонь. Дизайн у них космический. А посадка у них самая обычная кедовская классическая. Конечно же у них нет никакой амортизации, если сравнивать с современными моделями. Но стелька хоть как-никак помогает и уже хорошо. Это же обувь не для бега и не для долгих пеших прогулок, а хайпу ради. Кстати, модель идет размер в размер. На мою стопу в 25,8 см. Хорошо села американская восьмерка или европейский 41. Кроссовки более-менее доступные. В США рекомендуемая розница на них составляет 110 долларов. Что более чем нормально, я считаю. Да, они у нас будут стоить немного дороже, но тут уже ничего не поделаешь. Можно дождаться скидок и надеяться, что нужный размер у вас дождется. В принципе, все. Давайте смотреть, как они выглядят уже непосредственно на наке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это был обзор Nike Blazer Mid 77 to Zero. Большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Ну и, конечно же, не забывайте комментировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!